Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Ну, начнём. Здравствуйте, Геннадий Петрович, меня зовут Юлия, я живу в Волан-Удэ, это недалеко от Байкала. Я давно увлекаюсь вашими трудами, и вот столкнулась с такой проблемой. С детства я очень сильно мёрзла, частые простуды, в результате герпес. Вообще, сама по жизни активно увлекаюсь туризмом, горным велосипедом, сноубордом. И как-то однажды получила я травму колен, переостудила, дала нагрузку и начали болеть колени. Сейчас мне 40 лет, в 21-м году я родила сына, в 23-м году родила дочь. И, готовясь ко второй беременности, я поставила прививку от ковида. Первая прошла очень тяжело, заболели все органы, прям плохо чувствовала. Думала, раз первую поставила, надо вторую ставить. Поставила вторую, заболела сердце. Болела где-то в течение года, очень сильно, прямо боялась к ребёнку нагнуться. На данный момент что имеем? Киста печени, полип цервикального канала, две кисты яичника. Сердце, выпад в перикард, 2 мм. Клапаны не до конца смыкаются, параламбируют. Уплотнение створки клапана. После того, как я родила, вторые роды были очень тяжелые. Где-то в течение практически суток я находилась в состоянии схваток. Потом в результате всё-таки прокисорили. Но прокисорили только в том случае, когда я поднялась температура, началось нагноение внутренних оболочек. По итогу, в 4 месяца я закончила кормить ребёнка в груди, потому что у меня ужасно болели руки. Накануне я остудила локти. И всё, у меня началось болеть все суставы. Все до единого. Плечевые, локти, руки, колени, ноги. Полностью все, без исключения. Поставили предварительный диагноз ревматоидный артрит. Сдала анализы на иммунные факторы. Там показатель иммунного свечения ядра до 160. Он у меня 320. То есть явно что-то с иммунитетом, какой-то сбой был. По итогу, после родов у меня начался хронический геморрой до сих пор беспокоит. Вот уже 8 месяцев. Цистит. Цистит сначала лечили мануралом. Потом всё-таки перешла на антибиотики. Вот в результате чего я отказалась от кормления грудью. И вот всё передалось на суставы. 8 марта у меня был кризис. У меня вот так вот всё закричало. Руки прямо вот такие были. Состояние вообще паническое. Я прямо вот со всеми мысленно прощалась. Состояние было ужасное. Вот пока в церковь не сходила. Вроде более-менее потом отпустила. Ну вот, в частности, по внутреннему состоянию. Где-то месяц назад продула шею, заклинила шею, что повернуть даже не могла. Потом более-менее немножко отпустила. И, видимо, произошли спазмы сосудов. Голова кружится. Вот такое состояние, как в тумане. Что делать? Помогите. Начала делать по вашим рекомендациям. Утихомирить стихию ветра. Тёплый душ принимаю. Ванну. Я думаю, что с моими вот этими, всеми женскими, нежелательно. Тёплый душ. Свечку поставила, как вы рекомендовали. Масляную. Хочу сначала полечить геморрой. Объясните поэтапно, что, как всё мягко выйти. Я верю в чудеса. Я верю в вас. Я более 20 лет пробовала клизмы. Сейчас смотрю, что я их делала неправильно. Наладила себе тогда пищеварение. У меня до сих пор с пищеварением прямо там в животе булькает. С чего начать? Спасибо вам за вашу... За вашу неисекаемую энергию, за ваш труд. Зная вашу историю, я вами горжусь. Спасибо огромное. Итак, с чего начать? С моих книг, с моих газет, с моего канала, в котором все эти рекомендации ещё по многу раз были пересказаны, дополнены на каких-то конкретных примерах. Так что начать рекомендую. С основу здоровья книжечка. Вот она. Она в свободном доступе на моём сайте. Плюс остальные материалы. И не спеша начинайте над собой работать. В который раз повторю. Какие-то консультации, рекомендации. Вещь опасная и неблагодарная.